Доброго времени суток всем молодым родителям! В этом видео расскажу про кризис трех лет, как он проявляется, какие симптомы, как мы с ним справлялись, какие были трудности. Кризис трех лет, он называется, правильно название, кризис сепарации, либо кризис негативизма. Условная цифра 3 года, начинается он, может быть, и раньше, и в 2 года, и в 3. У нас начался он примерно в 2 года, в 2 месяца. И первое, что мы заметили, это негативизм. Такая первая особенность, такая важная этого периода, это негативизм. Это, что бы ни предложил, у нас на все был ответ «нет». Причем это было так внезапно, что и неожиданно для нас. И причем то, что нравилось раньше, что с удовольствием скажешь, там пойдем купаться, сама бежала, тут пойдем купаться, нет, пойдем кушать, нет. В общем, что ни предлагай, все на все всегда нет. Нет, 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 даже вот если видишь, что вот хочется, там даже специально предлагаешь, будешь конфету, еще даже обуватый вопрос не дослушала, уже нет. Тут такой основной признак «нет». И второй такой признак, это начинается самостоятельность. Я сам, я сама, сама, везде все сама. Что ни предложи, все сама. И эти вот два признака, это такие основные ведущие признаки, которые пронизывают весь этот кризис, так скажем, условно, трехлетнего возраста. Почему он называется еще и кризис сепарации? Что в это время малыш чувствует свою самостоятельность, свое, так сказать, психологическое отделение. Любой кризис, в чем у него основная особенность, в чем трудности, это только, вот, допустим, мы научились с ребенком как-то справляться, ну, допустим, до года, кризис первого года, да, только-только он прошел, мы научились справляться с ребенком, знаем там, как его вилировать в поведение в нужную сторону. Тут опять нет, нет, все методы, которые были раньше, они не работают. И вот такие вот начинаются трудности. Нет, и я сам. Я сама, 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 все везде сама. Следующий такой признак, это как строптивость. Строптивность характеризуется тем, и отличается от негативизма. Негативизм это, когда родители предлагают, на все нет. А строптивность, ну, это что, от привычного образа жизни. Что ли, сама что-нибудь там уже делает, сама собой. Нет, не буду, там, не надо, все, 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 что не сделаю, все не надо, все не буду. Четвертый признак, это такое упрямство. Упрямство, с одной стороны, это полезное качество, потому что примерно в этот период, от года до трех, ребенок познает мир, узнает материальные ценности, мой материальный мир, свое тело осваивает, прыжки, бег, и не получается он упорный в своем желании это сделать, и он как бы преодолевает трудности. Ну, вот обратная сторона упрямства, это вот сказал, допустим, что-нибудь нет, и все, вот на этом своем нет стоит до конца, вот это упрямство. Следующий признак, это такое, буйство эмоций. Что-то эти вот эмоции, если захватывают, то не захватывают полностью поведение, ничего не сделать. Это у нас часто было, проявлялось, когда мы возвращались с прогрузки на улицу, вот если хочет гулять, тащим, мы валимся, ррем, вырываемся, колотим, ну и так же вот в магазине что-нибудь там купить, нет, тоже истерика, крик рев, и вот такое вот буйство эмоций. Следующий признак у нас был деспотизм. Деспотизм, это вот эти вот эмоции, и нет, и проявлялось, лезем в драку, обмашем руками, бьем по лицу, бьем, допустим, предлагаем там попить, если нет, бьем по кружке, вот это вот все, нет, и это вот такая агрессия, на все машем руками, бьем. Следующий признак лично у нас он проявлялся, это такая вот ритуальные действия появились, мы не сразу их заметили, в чем они проявлялись, вот допустим, если идем, допустим, на горшок, то только с мамой, допустим, писать, если я веду, то нет, нет, только с мамой, допустим, если мы поднимаемся, или спускаемся по лестнице, где крыльцо у нас с подъезда, то нужно спуститься не по ступенькам, не на руках, а вот только по пандусу, вот и вверх, и вниз. Там, если мы идем спать, то обязательно надо взять там любимую игрушку, и вот такие вот, такие вот разные-разные, начали проявляться некоторые ритуальные такие действия, которые ребенок у нас совершает, доча совершает. следующее, что у нас начало проявляться, это либо желание наоборот, быть в центре внимания, когда хорошее настроение, прячем там, привлекаем к себе различное внимание, либо наоборот, когда такое настроение не очень, смотришь, нет, не надо, не буду, ну, такое вот, вот, ну, со всеми этими негативными проявлениями, конечно, справляться довольно тяжело, эмоции бывают, зашкаливают, терпение не выдерживается, но, что нужно знать, как говорил психолог, выдающийся советский, Вугодский, негативные проявления, это лишь теневая сторона позитивных изменений психики ребенка, что нужно знать, что в этот период формируется самосознание ребенка, как я, как самости, самоосознавание самого себя, как источник своих желаний, своих каких-то волевых проявлений, и все, что ребенок раньше мог сделать с помощью взрослых, многого начинает делать сам, и поэтому этот период очень важен именно в становлении, грубо говоря, здесь происходит истинное зарождение личности. Если до кризиса ребенок условно принадлежит миру животных, грубо говоря, поначалу там совсем пьем, едим, дышим, и как им писем, потом немного ползаем, добавляется передвижение, небольшая улыбка, грубо говоря, ребенка где-то в год сравнивают с умной собакой, потом уже к трем годам с умным шимпанзе, ну как бы все равно это как бы относится к миру еще животных, какие-то маломальские витальные потребности, дышим, купаемся, моемся, какие-то эмоции в ответ на реакцию, то здесь уже зарождается вот именно в кризис истинные такие человеческие качества, как воля, осознавание себя, источника этой воли, своих желаний, и как способность реализовывать это желание. И здесь что необходимо знать, что в этот период, такой чувствительный период, ребенку необходимо как бы в глобальном плане показать это столкновение его воли с волей родителей, его желания, грубо говоря, с желаниями других, что не все можно, и способность в разных конфликтных ситуациях, потому что разные воли, разные желания это столкновение интересов, а где столкновение интересов всегда есть конфликт, и это способность выходить из этих конфликтных ситуаций, и родители здесь должны выступать в плане такого тренера, спарринга-партнера, можно сказать, опытного, да, уже, который умеет выходить из различных ситуаций, потому что в какой-то ситуации, ну, это, допустим, сказать «нет» и выйти так, в какой-то сказать «да», войти по-другому, где-то компромисс, где-то сотрудничество, где-то соперничество, потому что тут ребенок уже остро понимает, что весь мир делится на мое и не мое, как правило, не мое – это все лучше и интереснее, и как здесь выйти из ситуации, такой, грубо говоря, из конфликтной, но при этом сохранить отношения. Если вернуться к теории привязанности, которая является базовой потребностью, витальной, жизненной, необходимой для ребенка, исходя из этой такой потребности, что происходит? Привязанность – это поиск защиты в значимом близком, защита, безопасность, источник удовлетворения своих желаний. И здесь происходит такая ситуация. Если до этого возраста, грубо говоря, все желания ребенка, ну как бы так должны быть, практически сразу удовлетворялись, то здесь происходит такое, как-то борьба и такой когнитивный диссонанс у ребенка происходит. Я хочу, я говорю, заявляю своим желаниям взрослым, а он говорит – нельзя. Если как-то раньше можно-можно было, там, ребенок научался, допустим, ну, допустим, он хочет кушать, говорит – попозже, он понимал, что попозже, это значит, сейчас там приготовят, и мы поедим, а тут нет совсем нельзя. Он, грубо говоря, начинает такое у него расхождение эмоций. Как так, мой любимый взрослый, да, не дает мне то, что я хочу сейчас, допустим, я хочу, допустим, не супа, конфету, а мне говорят, да, сначала суп, потом конфету. И вот такой вот выходит конфликт, получается. Ребенок заявляет о своем желании в виде плача и истерики. И как вот здесь получается, ребенок должен научиться, благодаря взрослому, понимать эти ситуации, почему нельзя, почему можно. Стратегии и модели поведения различные. Самые неблагоприятные – это две крайности. С одной стороны, когда, не дай бог, не заплакал, все можно, все можно, лишь бы, лишь бы. Здесь происходит такое понимание ребенка, типа, я кричу, взрослый пугается моих эмоций, значит, мои эмоции – это что-то страшное, что-то такое ужасное, чего нужно бояться. И, получается, ребенка вставят в этом случае в позицию взрослого. Получается, что взрослые боятся меня, моих эмоций, они не могут меня защитить. Значит, допустим, я старший, получается, кто будет защищать меня, допустим, если будет какая-то, ну, беда, грубо говоря, там серый волк придет. Поэтому это стратегия нежелательная. Но показать ее все равно где-то нужно. И еще одна стратегия нежелательная – это когда родители идут на жесткую конфрактацию своим ребенком, у ребенка возникает желание, идет борьба интересов, говорят «нет», он плачет, и это прерывается за счет насилия, да, там, закрыванием в комнате, шлепком, криком, ревом. Это, здесь происходит такая мысль, да, у ребенка, что мои эмоции, мои желания, они вызывают негативные эмоции у родителей, и что, в принципе, заявлять о своих желаниях вообще не следует. Но здесь, с точки зрения привязанности, происходит такой момент. И в первом, а во втором случае у ребенка возникает, грубо говоря, такое сомнение, да, что ты мой взрослый, да, который меня защищает, защищает за бой и безопасность, меня любит или нет. И, как бы, вот происходит такой момент, что ребенок, ему нужно убедиться, да, что ты его взрослый, что ты его по-прежнему любишь, и он не может, допустим, спросить тебя напрямую, да, там, ты меня любишь, не любишь, а он задает вопрос, грубо говоря, поведением. Это опять вот этими ситуациями, плачем, криком. И здесь важно понимать, да, что родителям, если они выбирают одну из стратегий поведения, что потихоньку эти отношения, они нарушаются, теряют свою силу, теряется сила привязанности. Ну, что в дальнейшем, конечно, получаем в будущем, но можно получить, да, такие два типа личности. Первое – это тип тряпки, который постоянно уступает, поступает, не идет на конфликты, уходит от конфликта, убыток к себе, лишь бы сохранить отношения с другими. Это такая теория тряпки, да. Люди, как тряпки, да, на которых потом начинают все ездить, они не могут сказать нет, отказать, часто, бывает, болеют, замыкаются в себе и уходят там, и так далее. И другая, другой тип личности формируется, это по типу барана, носорога, который готов пожертвовать отношениями, лишь бы доказать свою правоту. Там любой конфликт он воспринимает, как войну, и идет напролом, не считаясь ни с чем мнением, они не слышат доводов, уже потом ни своих, ни чужих, никаких других. Поэтому важно в этом возрасте давать разные стратегии поведения. Где-то уступить, где-то отказать. Если, допустим, бывает такое, да, что, допустим, отказали, но ребенок объяснил, почему для него это важно, можно обратно, да, сказать, ну, грубо говоря, такая непосредовательность. Хотя это вот непосредовательность, сначала сказать нет, потом да, либо наброс сначала да, потом нет. Но у нас в жизни тоже все, грубо говоря, непосредовательно идет. Поэтому тут главное по ситуации. Самое главное, в каком вы находитесь состоянии, если, понятно, в состоянии такого усталости, эмоциональной вымотанности, то трудно иметь гибкие модели поведения в одной, в другой ситуации. Как правило, когда человек уставший, ну, легче, конечно, продавить, накричать. Поэтому важно родителям в этом возрасте, в таком трудном для ребенка и для родителей, быть в таком ресурсном состоянии, эмоциональном, физическом, как-то, чтобы как-то где-то перевести в игру, где-то как-то. Ну, допустим, вот у нас дочь, вот, хочу на санках кататься на дворе летом. Ну, как вот, понятно, что она не понимает, почему нельзя, вот, рев, валяемся. Что мы делаем? Мы берем, есть у нас время, выходной, слава богу, идем, берем с собой эти санки, тащим. Вот, выходим, на нас смотрят все, как на интересных людей. Повошкались, повошкались, с этими санками, понятно, что они не идут. Мы идем, заносим домой, берем велосипед и уже идем кататься на велосипеде. В этой ситуации так, допустим, мы справились. Допустим, с едой. Как мы делаем? Ну, сначала, допустим, не буду, не буду, не буду, не ешь. Бывало так, оставишь, на нет-нет, потом видишь, что если мы начинаем на нее давить, то уж точно есть не будет. А так, не будешь, не будет. Мы сидим, едим. Она сначала подбегает, там, допустим, к маме. Маме ложечку там выхватит, потом ко мне. Потом уже дашь ей ее тарелочки, потом уже ест. Бывало так, объясняя, что там вкусно. Бывает, хочет конфету, но уже все, понятно. Если не даешь, крик, то точно уже есть ничего не будет. Дашь, ты мне, допустим, печенюшку. Она там съела полпеченюшки, тут же подбегает, ест суп, там, бутерброд и как-то вот так вот. Такой специфичный вкус. Едем суп с печеньем. Ну, самое главное, что ребенок сытый и проблема, да, грубо говоря, решена. Проблема с купанием. Вот не буду купаться и все, надо помыть как вот. Понятно, если мы тащим, то крик-крев и опять негатив. Не считаем сейчас с эмоциями, да, ребенка, с желаниями. Отказываем, как правило, чаще, чем даем. Как в этой ситуации мы, допустим, справлялись. Ну, берешь, допустим, какие-то игрушки, с которыми она купается. И говоришь, давай покидаем ванну. Вот мы кидаем, кидаем, ванну затыкаем, потихоньку водичка набирается, там игрушки плавают и она уже сама идет туда купаться. Вот как-то мы так в этих ситуациях справлялись. Тут получается все по ситуации. Как, что, нет такого волшебного рецепта сделать так-то и так-то. Допустим, вот ребенок хочет, допустим, у нас, допустим, книжку какую-то. Мы понимаем, что книжка ей берет в магазине. Рыновато. Ну, прям обида в голосе, плач, вот там все. Потом спрашиваешь, ну, почему тебе эта книжка, там, ну, кто хочет эту книжку, она начинает, там, вот, там что-то говорит, по ним полный слов непонятно, объясняет, объясняет. Потом говоришь, ну, ладно, давай мы купим тебе книжку, потому что сначала, допустим, мы не поняли, почему для тебя это важно. А вот тут Маша и Медведь, тут мультик, тут еще у тебя игрушки такие есть. Купили, как бы, ну, вот в процессе диалога. Также мы заметили важным, это все, что мы делаем, свои действия, в процессе вот такого комментирования. В садик идем, в садик, вот, допустим, не хочу, не буду, говорим, вот сегодня сходишь, сейчас придем в садик, разденешься, вы там покушаете, поиграете, и все, я вечером, грубо говоря, тебя заберу. Потихоньку вот она вот успокаивает, ты спрашиваешь, будете играть, там, да, там. Ты меня будешь вечером ждать, да? Ну, и как бы вот гундит потихонечку, ну, без истерики, без сцепляний, без вешения на шее. Это все мы комментируем, ну, и также другие действия. Допустим, сейчас и поедем в магазин, купим там то-то-то, потом приедем, поиграем. Ну, объясняем у детей, почему вот эти вот негативные еще эмоции возникают. Потому что они здесь маленько уже могут предвидеть, грубо говоря, будущее. Вот ребенок говорит, хочу пить. И он представляет себе такую картину, что берет папа, ее, допустим, розовый стаканчик набирает воды и дает пить. Здесь происходит другая картина. Он как бы уже видит эту картину, как он попьет у себя в голове, грубо говоря. Берет мама, у нее ее любимый стаканчик, а свою кружку. Соответственно, у тебя желание то же самое попить, но она различается с той моделью, которую он составил у себя в голове. Но отсюда тоже бывают всплески. Поэтому немножко нужно смотреть, да, вот эти вот, как у нас вот здесь ритуальные действия вот очень начали проявляться. Что вот там на горшок с мамой, купаться только с папой, пить только и свои кружки. Но это родителям просто нужно быть немножко понаблюдательнее и понять, почему происходит так или иначе. Что еще в этом возрасте? Нам поначалу казалось, что вот ребенок все делает на зло, какое-то вот, прям специально, чтобы вывести. Просто нужно понимать, что в этом возрасте у ребенка еще не сформированы отделы центральной нервной системы, участки коры головного мозга, которые отвечают, грубо говоря, за критику, за предвидение. Потому что сделать на зло достаточно такое, надо понять, во-первых, что для него, для другого человека важно. Что если я, допустим, сделаю это так, как предвидеть его реакцию. Грубо говоря, нужно посмотреть на ситуацию глазами того человека, которому ты хочешь сделать на зло. Здесь происходит другой немножко момент. Вот здесь происходит так, что ребенок уже понимает, да, как источник своих желаний, своей воли. Ну и, допустим, дочь у нас берет мамину помаду и вытаскивает. Маме это не нравится, мама обратная. Дочь обратная, мама обратная. И дочь улыбается, потому что, ну, для нее это может быть какая-то обычная игра. А потом она еще понимает, что она сейчас может уже управлять маминым состоянием. Что понимает, что он достает. И дети очень быстро считывают слабые стороны, слабые звенья родителей в отношениях, слабые звенья у родственников, на кого можно воздействовать. Там плачем, криком, да, там, какими-то действиями. Они это делают именно с целью того, что они пробуют, как бы чувствуют в себе силу управлять другими людьми. Но это на самом деле никак не связано с тем, что делать на злом. Поэтому эта ситуация легко разрешается. Как только мама перестает на это реагировать, ребенок достал, дочь достала. Если мы реакцию даем обратную, то она это будет делать, ну, грубо говоря, стимул реакции. Стимул реакции, как у собаки Павлова. Свет слюни, свет слюни. Если мы на этом реакцию не фиксируем, своими эмоциями, своими действиями, ну, достала, реакции нету, все, это не цепляется. Все, как мы реагируем, все важно, через эмоции. Ребенок это видит, все это цепляется, и, соответственно, все это потом будет делаться. Но это не сколько на то, чтобы досадить вам. Следующий момент, когда, допустим, бывает, ну, наквечали, где-то не сдержались, да, там, продавили ситуацию. Бывает, ребенок находится, да, в таком, ну, немножко подавленном состоянии, бывает, чувство вины нахлынивает. Ну, что здесь важно знать, что ребенку, на самом деле, ваши изменения, слова, они ничего не дают. Ну, потому что, опять же, критики мало, ситуация со стороны, трудно посмотреть. Поэтому здесь важно просто обнять, обнять, дать им, грубо говоря, такое успокоение, и совсем, как бы, не извиняться, а просто эту ситуацию проговорить. Ну, здесь, прежде всего, самим родителям становится легче, чтобы мы проговорили, сами себя, ну, грубо говоря, как бы успокоили, от чувства вины избавились. Следующее, что нужно понимать в процессе воспитания, что у детей в этот период эмоции, они преобладают над такими процессами контроля своих эмоций, потому что кора головного мозга, еще там участки не созрели, лобные, которые отвечают за контроль эмоций. И если, допустим, ребенка захватывают эмоции, ну, все, валяемся, стучим, плачем, орем. Бесполезно говорить «успокойся», потому что в это время он уже недоступен, потому что отделы мозга, отвечающие за эмоции, они доминируют над другими участками, которые особенно незрелы, и поэтому педагогического эффекта здесь мы не получаем никакого. Важно, что мы обнимаем, если он дается, если нет, мы ждем, пока эмоции проходят, обнимаем, ситуация успокаивается, и только после этого, начинаем беседу беседовать. Почему так получилось? Как? Что? Тут главное, конечно, ребенком разговаривать. Вот такие вот основные, получается, принципы, как мы справляемся, как другие справляются, у всех, в принципе, разные. Этот период кризиса проходит, у нас длится он уже, грубо говоря, 3 месяца, довольно долго. У кого-то этот кризис происходит менее выражено, у кого-то прям сильно выражено. Это все зависит от типа нервной системы, от способности нервной системы возбуждаться, тормозиться, от силы, грубо говоря, нервных процессов, и таких вот факторов, от реакций родителей на эти различные-различные такие вот различные ситуации. Здесь главное, важно понимать, чтобы использовать разные стратегии воспитания, выхода из конфликтной ситуации. О них мы отдельно поговорим, различные, что нужно понимать, что, да, ребенок не делает ничего специально, назло досадить вам, если он, грубо говоря, учится. Самое важное здесь идет начало, зарождение личности, да, самосознания, источника своих волей, своих желаний, своих потребностей. Главное это ничего вот на возрасте не задавить. Нужно понимать, что этот период пройдет, что он не всегда будет говорить «нет». Нужно сохранить хорошее, теплое отношение с ребенком. Поэтому нужно понимать, да, что это очень важный, важный период. И тут, конечно, важно понимать, что супругам нужно максимально помогать друг другу. Как мы с такой ситуацией справлялись? Какие-таки вот опасные моменты были? Ну, допустим, супруга одевает дочу в садик, доча капризничает, супруга нервничает. Тут, если начать понимать такое, что вот-вот нервы ваши вторая половина сдадут, нужно брать ребенка на себя, помогать. Потому что родители редко находятся в таком, в негативном, взрывном эмоциональном состоянии, что вот-вот и все, катастрофа. Один как бы спокоен, другой немного более нервный. Кто больше сейчас контактирует с ребенком, мы забираем друг у друга. Хуже всего, когда в этот период, когда один, допустим, чистит зубы другому, ребенок не дается, второй нервничает. А ты, если в комнате говоришь, да вы неправильно чистите зубы, начинаешь там давать советы, критиковать, тут, конечно, все. Взрыв, волна на тебя, шквал негатива. Поэтому лишний раз друг друга нужно не поддевать, а нужно помогать друг другу максимально находиться в таком ресурсном состоянии. Где-то находить позитивные, юмористические моменты в ситуациях. Ну, все, конечно, по ситуации. Обсмеивать их, обыгрывать. Больше, в общем, позитива себе привносить. И понимать, что действовать нужно по ситуации, в конкретной ситуации смотреть, как что можно. Потому что чем вы находитесь в таком ресурсном состоянии, чем у вас больше положительных эмоций, хорошее настроение, сил. Вы не грейте себе голову какими-то фантазиями, что там делают что-то назло. И так далее, и так далее. В идеальных отношениях ребенка с родителями, о невоспитанности. Здесь о воспитанности говорить еще рано. Это просто такой период. Дети, в принципе, ведут себя все в этом возрасте. Вот понимая, зная эти, в принципе, особенности этого такого кризисного возраста, легче будет с ним, в принципе, справиться. Поэтому всего, каждую ситуацию не рассказать. Рецептов таких, в принципе, нету. Каждый по ситуации, каждый со своими такими воспитательными моделями, поведениями. Еще важно понимать, что почему взрослые реагируют так или иначе. Это все зависит от того, какие модели, стратегии поведения были использованы вашими родителями, когда они воспитывали вас в этот период. Но если, допустим, вас сбили постоянно, то, естественно, у вас возникают такие подсознательные негативные паттерны, там, ударить ребенка, накричать. Если, допустим, наоборот, у вас всего баловали, чтобы вы не кричали, у вас такие же поведения. Здесь важно почитать, какие бывают. И в этот период самому, грубо говоря, учиться с ребенком в каких-то ситуациях по-разному выходить из конфликтов, строить какие-то новые модели, модели поведения, ну, чтобы, в общем, образовательный эффект такой здесь тоже вам будет полезен. Ну, поэтому, наверное, на этом все. Благодарю всех за внимание. Будьте в ресурсе, воспитывайте своих детей и любите их. И всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok